Всем привет! Вот вы только что установили Linux Mint 17.3 на жесткий диск своего компьютера или на один из разделов жесткого диска своего компьютера Вот смотрите Самое первое что я порекомендую всем это установить программу SystemBug Вот она То есть открываем терминал Заводим пароль Нажимаем Enter Обновляемся Теперь что делаем Идем в меню Набираем здесь СИЗ Вот программа SystemBug Добавляем ее на панель Вот практически все Значит здесь заводим свой пароль Значит сразу бежим вот сюда В настройки И меняем русский язык Потому что он дает кряки Просто напросто на английский язык Все Запускаем программу еще раз Здесь вот заводим Снова пароль Все на английском На английском Теперь По умолчанию предлагается Для хранения Точек отката В директории Home Ну это практически На одном разделе Я же люблю делать Несколько по другому У меня Создано Отдельное Отдельный раздел Linux Data И вот на этом Linux Data Видите Я создать папку не могу У меня сереньким Тут написано все Что делать Запускаю Терминал Здесь пишу Суда Немо То есть запустить Файловый менеджер В корневом режиме Запустили Теперь значит Я иду на Linux Data И вот здесь Создаю папочку Называю ее LMC 17 Допустим Точка 3 Напишу Русская Захожу сюда И здесь Создаю папочку Допустим 0 0 Это официальная Как говорится Нулевая 0 1 0 2 Ну и 0 3 Сделаем Можете Хоть 10 Папочек Сделать То есть Теперь у вас Значит Имеется На другом разделе Жесткого диска Специальные Папочки Куда мы Сохраним И сохранить Копию Вот только что Установленного Линукс Линукс 17 Точка 3 Не целованного Поскольку я делаю Видео урок Единственная программа Кроме SystemBug Которую я установил Это программа Для записи с экрана Вы же Только поставите SystemBug Поменяете язык На английский И идете вот сюда Media User Linux Data Русский И вот она Нулевая копия И нажимаете Здесь Создать Вот и все Теперь сидим Спокойненько И ждем Итак Точка отката Создана Здесь указывается Число Месяц Год Здесь Время создания 14.08 Здесь 14.18 Значит Создавалась копия 10 минут А вот теперь Посмотрите Значит Вот Она Создана У нас На абсолютно Другом разделе Жесткого диска И мы можем Поинтересоваться Ее размерами Итак Размер Вновь Установленный Linux Min Sonomon В развернутом виде Только с программой SystemBug Ну в моем случае Еще с программой Для записи с экрана Занимает 4.6 Гигабайта Вот таким вот Образом Теперь Для чего Все это Дело делается От ваших же Шаловливых Ручек Вот посмотрите Теперь Я Спокойно Могу Скажем так Как бы это по русски Помягче сказать Выделываться Над своим Разделом Жесткого диска Как мне Заблагорассудится Вот возьмем Очень известный Баг Официальной сборки То есть Вы записали На флешку Официальную сборку Linux Min Sonomon И туда Входит Программа SystemBug Ой G-Party Так вот Когда Вы записываете Ее на жесткий диск А почему-то Если вы набираете Здесь в строке Поиска GP А ее нету Вот это вот Скажем Один из самых Известных Багов Достигается Он просто Идете Менеджер Программ Заводим Пароль Моей сборки User И сейчас Мы Эту программу Поставим А для чего Я значит Объясню Вот здесь Заводим GP Да даже Этого обычно Бывает Достаточно Вот Как так Они сделали Чтобы Таинственным Образом GP Исчезал На разделе Жесткого диска Ну надо Спросить У разработчика Короче Программа Легкая Ставится В лед Вот И нужное Тем не менее Так вот Посмотрите Значит Образ Который Мы создали В нем Программа G-Party Скажем так Не Су-ще-ствует То есть Мы создали Образ До записи На него Программу G-Party И вот здесь У вас пошли Варианты Вы начинаете Своими Умелыми Ручками Ставить Кучу Программ Что-то У вас Получается Что-то Нет И затем Вдруг Вы понимаете Ё-моё Мне бы Вернуться Назад Да По новой Ко все Перенастроить Что-то Не ладится Что-то Там где-то Клинит Или еще Что-то И пошло По новой На флешку И по новой В установке В данном Случа У нас Создана Откатная Копия Абсолютно Чистой Linux Mint 17.3 Причем Значит Вот Показывай Смотрите Я набираю Теперь GP G-Party Вот Завожу Пароль Пользователя Юзер В моих Сборках Во всех В большинстве И смотрим Раздел Жесткого Диска Вот У нас Установлен На Седьмой Раздел Жесткого Диска Наш Linux Mint Ценомончик Скажем так Учебный И Значит Вот На этом Диске У нас Хранится Скажем так Созданная Программа SystemBug И его Копия Самый легкий Вариант Что-то У вас Пошло Не так Но вы Еще Находите Находитесь В программе Linux Mint Ценомон И она Пока еще Работает Идете В SystemBug Заводите Пароль Нажимаете ОК Отмечаете Галочкой Вот эту Созданную Копию И Нажимаете На System Restore Full Restore Все Нажимаете На Next И Вперед Из Песней 14 24 Обратите На время Восстановления Начали Мы 14 24 14 25 Все Нажимаем Нажимаем Перезагрузку И Смотрим Значит Я Единственное Что сейчас Сделаю Я Сохраню Данное Итак Мы Перезагрузили И Вы Помните Что При записи Официального Образа Минус Минус Линукс Минус 17.3 На Жесткий Диск Почему Пропадала Программа G-Party Вот Смотрим Как Видите Полностью Образ Восстановился До Исходной Точки То есть Все Что Вы Потом Не Понаставляли На Свой Жесткий Диск Там Самые Разные Программы Оно Вернулось На Начальную Исходную Точку Теперь Посмотрите Дальше Что То Случилось Вообще Самое Страшное Случилось С Вашим Разделом Который Скажем Так Полностью Накрылся Ну У вас То Есть На Другом Разделе Жесткого Риска Копия Вот Она Не Целованная Как Теперь Быть Тут Есть Несколько Вариантов Ну Даже На Флешку Вот Если Вы Не Успели Сделать Но С Официальным Образом Linux Mint Можно Установить Программу System Bag Через Команды Команды Значит Я эти Приводил Здесь Команды Значит Вот Они System Bag Вот Вот Программа Для установки Программы System Bag Даже На Официальный Изообраз Значит Находясь На флешке Вы можете Установить Программу System Bag После Перезагрузки Она у вас Исчезнет С флешки Но Находясь На флешке Вы можете Ее поставить И при Ее Помощи Восстановиться Из Образа На Разделе Жесткого Диска Из Откатной Копии На Жесткий Диск Показываю Смертельный Номер Итак Я Находусь На флешке Вот Можете Посмотреть Флешка 3.8 Занято 1.83 Свободно 1.84 Как говорится Без Дураков Предположим Корневой Раздел У меня Накрылся Вот Идем Его Смотрим Значит Пишут Что он Премонтирован А нам Надо Его Отмонтировать Вот Смотрите Раздел SDA7 Только что Установленный Минт Порядка 5.5 Гигабайт На нем Занял Сам Раздел 39 Вот У вас Что-то С ним Такое Произошло Ужасное Вот Я вам Для Ужастиков Даю Вот Такой Пример Я просто Удаляю Раздел Жесткого Диска Все Был Он И не Стало Его Ай 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 Ой А что Делать И как Нам Жить Возьмем Создадим На нем Новый Раздел Экстеншн 3 Добавим Применим Форматирование Закончено И вот Смотрите Что может Программа SystemBug Я иду Программу SystemBug Значит Ну Во-первых Нам нужно Примонтировать Диск На котором У нас Расположена Скажем так Резервная копия Сейчас Видите Все Красным Цветом То есть Добраться Сюда Мы не Можем Мы Идем Значит Вот сюда И встаем На Linux Data Затем Идем Вот сюда Идем Media Mint Linux Data И вот Наша Нулевая Копия Отмечаем Отмечаем Ее Здесь Видите Сразу Стало Беленькой Отмечаем Галочку Что Восстановить И теперь Восстановить Куда SystemCopy Какой У нас Был Раздел Насколько Мне Помнится Это Был Седьмой Раздел Вот Мы Отмечаем Тотечку Монтирования Ну и Подсоединимся Еще К Свопу Отмечем Своп Здесь Нажимаем На Next 1437 Ну давайте Вот я 38 Сейчас Дождусь 1438 Итак Программа Заканчивает Установку Вот Установка Сделана 47 38 Ну Две Минутки Здесь И 7 Девять Минут Заняла Операция Восстановления Так что Теперь Перезагрузимся И посмотрим Как все Это Дело Восстановилось Итак Программа Восстановилась На жесткий Диск Вот Посмотрите Jparted Здесь Не Появляется Нам Придется Его Заново Ставить Но Самое Главное Это В чем Что Поскольку У вас Рабочая Копия Linux Mint 17.3 Созданная Программой System Bug На другом Разделе Жесткого Диска Была Вы С нее Смогли Восстановиться Спокойно У вас Таких Промежуточных Копий Может быть Там И 5 И 6 И 10 И на Любую Из них Вы можете Восстановиться То есть На любом Этапе Настройки Вашей Скажем Операционной Системы Если Что-то У вас По что Не так Вы можете Вернуться На любой Из Промезуточных Шагов А по ходу Дела Вы можете Создавать Там Ну поставили Там 3-5 Программ Сделали Копию Сейчас покажу Так Здесь мы пишем JP Вот смотрите Я сейчас его добавлю На панель И запущу Парольчик Заведем Наш юзер Вот Система установлена На 7-ой раздел Жесткого диска Занимает В развертанном Состоянии 5,5 Гигабайт Дальше Значит У нас имеется Раздел Linux Data Вот В этом разделе У нас И хранится Наш Как говорится Золотой Фонд Вот Вот Это наша Красавичка Которая Нам Позволяет Восстановиться Всегда Как говорится В исходное Состояние И если По ходу дела Еще раз Повторяю Вы сделаете Несколько Промежуточных Копий То шанс На то Что вы Себя Избавите От Дурацкой Работы Каждый раз Все это дело Устанавливать И переустанавливать У вас Сведется К минимуму Вот 4,6 Гигабайта Вот Представьте Себе Вот Таким Вот Образом А сейчас Ради Бога Тут Хоть на ушах Ходите Берите Там Настраивайте Что Хотите Делайте Кому Какая Разница У меня Пользователь Один Уже Просто Причудил Вот Шестереночка Человек Не может Отключить Экран Чтобы он У него Не газ Каждые 10 минут Посмотрите Первое Экранная Заставка Идете На среднюю Клавишу И отключаете Вот эту Вот дурь Все Отключили Пошли В батарею Вот Управление Питанием Выключение Экрана При бездействии 10 минут Никогда Все И будет Ваш экран Работать нормально И не будет Гаснуть Каждые 10 минут Ну ладно Значит Остальные Уроки По тому Как Настраивать Linux Минсон Омон У меня На моем Блоге Столько Выложено Что Тут Трудно Как говорится Что-либо Еще больше Добавить Вот Посмотрите Сейчас Я запущу Свой блок Вот Мой блок Вот Здесь Вот У меня Значит Пожалуйста Уроки Для начинающих Раз Как Проверить И записать Изо На винде Как Сделать Чудо Флешку Как Установить И настроить Официальный Дистрибутив Причем Ролик Очень Короткий Но Из него Идет Перескок Ролик На 5 Минут Но На нем Имеется Значит Перескок Вот На настройку Официальной Сборки Здесь Все От А до Я Но Уже На полтора Часа То есть Все Что Необходимо Найдете На моем Логе Просто Будьте Внимательны Пожалуйста Все Смотреть Видеоролики Как Идет Строительство Сайта Для Начинающих Уроки По Настройке Одним Списком Просто Посмотрите Внимательно И Половина Ваших Вопросов Отпадет Ну Ладно Значит Самую Главную Цель Я В принципе Считаю Что Выполнил Почему Потому Что Я вам Показал Как Работает Программа Систем Баг То есть Если Вы будете Создавать Промежуточные Копии Там Поставили 3-5 Программ Сделаю Промежуточную Копию Не Жалейте Потом Когда Уже Все Будет Поднастроено Вы Можете Оставить Только Изначальную Копию И Последнюю Нормально Работающую А все Остальные Просто Поудалять Вот И Все Ну Вот Этапы Разумные Значит При настройке Они как бы Существуют Ну Чтобы вам же Не делать Ту же Работу Не переделывать По тысяче Раз То есть Поставил Сделал Нормальную Копию Что-то не так Откатился Назад Пошел Дальше Все Настроил Нормально Все равно Сделал Копию Сохранил Изменения Когда все Было Как говорится Хорошо И как Часики Работало Пошел Дальше Любую Какую-то Программу Ставите Что-то Не так Пошло Откатились Назад Вот И все А не так Как это Обычно Бывает Делал 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 Оставил 20 программ На 21 Все Дело Заткнулось И Вперед И ставь По новой То есть Делайте Откатные Копии Не жалейте Как говорится Для Откатных Копий Место Потому что Потом У вас Получится Что У вас Получится Вот такая Вот штука Останется Изначальный Образ И останется Допустим Ну может быть Там Предпоследние И последние Копии Нормально Работающие А все Промежуточные Там их Может быть И 10 И 20 Копий У вас Просто Вы их Удалите Но у вас Это столько Вам Сохранит Времени И нервов Что Ну поверьте Просто По опыту И причем Вы видите Что программа Систембак Можно Восстанавливаться Значит В легких Случаях На самой Системе Ну а если Как говорится Раздел Вообще Как говорится Полетел И ему Как говорится Трындец Вы сможете Установиться При помощи Флешки Даже если На флешку Записана Не моя Сборка Ставите Официальную Флешку Флешку С официальным Образом На нее Ставите Программу Систембак И при помощи Систембака Восстанавливайтесь На любой Раздел Жесткого диска Вот и все Ну ладно Желаю вам Удачи Потому что Я считаю Что программа Систембак Она Повышает Надежность Системы Ну скажем так Я не могу Там сказать Во сколько раз Ну может быть Десятки Или в сотни раз Ну а скажу По русски Значительно Повышает Надежность Вашей Как говорится Операционной Системы Удачи И всего доброго И до новых встреч Продолжение следует